Сейчас бокс, потом ММА, а потом так ради шуток чемпионат по щечинам сделать. Новые подробности боя Михаила Кокляева и Александра Емельяненко. Следующий бой Федора Емельяненко будет с Джошем Барнеттом. Всем привет, вы на канале BodyMania, с вами Александр Ларьков. И сегодня новости. Следующий бой Федора Емельяненко будет с Джошем Барнеттом. Президент Беллатер Скотт Кокер сказал, если он собирается продолжать, то я хотел бы организовать для него тур. И, быть может, устроить один бой в Японии, один в США и один в Москве. Мы бы выступали промоутерами всего этого, и у нас получился бы победный тур. Я не знаю, чем он собирается заниматься, так что через пару недель у меня будет четкое представление о том, что он хочет. Президент Беллатер Скотт Кокер объявил, что хотел бы организовать серию боев 42-летнего Федора. В качестве вишенки на торте глава Беллатер хотел бы сделать бой российского ветерана против Джоша Барнета. Ну что, теперь остается узнать, какое решение примет Федор. Мы были бы рады увидеть нашу легенду снова на ринге. Новые подробности боя Михаила Кокляева и Александра Емельяненко. Я принимаю твой вызов. Ищи промоутеров. Самое главное, не продешевись. Да, да, да! Миха, а так я буду с тобой боксировать. Если ты отважишься, выйти против меня в ринг. Российский стронгмен Михаил Кокляев продолжает тренировки к поединку с известным бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко. И уже сбросил около 30 килограмм для повышения скорости и выносливости. Об этом Михаил рассказал во время общения через скайп с бывшим чемпионом Беллатера в среднем весе Александром Шельменко, который выразил желание помочь тяжелоатлету подойти к этому противостоянию максимально подготовленным. Нелегкий путь я себе взял. Выбрали мы все-таки бокс. Нет, это зря. Я знаю, что зря, но вот сейчас мы разговаривали историю, хотим длинную сделать. Сейчас бокс, потом ММА, а потом так ради шуток чемпионата по счетчикам сделать. ММА, а бокс это вообще чистая Александра тема. Я знаю. Ваша специальная сильная сторона. Я знаю, я знаю. Я поэтому, я говорю, я легких путей не стал искать. Я поэтому решил, что пускай история будет длинная. Моя, еще раз говорю, задача уйти на своих двоих. Сейчас все будет зависеть, как промоутеры решат, что они нам дадут. Дадут они нормальные цифры. Формула будет, если я по максимуму хочу, если формула будет нормальная, 8 по 3. Напомним, что поединок Александра Емельяненко и Михаила Кокляева должен пройти по правилам бокса с 30-секундным добиванием. Однако пока нет ясности, какой промоушен возьмется за организацию боя. Ну, мне кажется, это больше, да, работа на имя, чтобы его все узнавали как-то. Ну, его и так все узнают, но постоянное движение-движение хоть как-то пропиарится еще, мне кажется. Я вообще, ну, мне и Александр Емельяненко не очень нравится, и Михаил Кокляев. Я за Федора вообще. По поводу турнира NBC, который прошел совсем недавно, слышал много интересного и положительного, также слышал много и плохого. Из положительного это было то, что там много места было, большой зрительский зал, там большая сцена, ну, в общем, все было подготовлено. Закулисья огромная, там где развернуться можно, пространства много, гримерки хорошие там вроде были, ну, мне ребята рассказывали. Не до этого. Час и задерживаются на Федерации? Так, смотря в какой Федерации, если IFBB, да, там, то, ну, часов на два, на три, но это нормально. Я когда выступал в юниорах, я и в мужиках выступал, я целый, блядь, день за сценой лежал, нахуй. Короче, пришли, блядь, в юниорах выступил, занял первое место, потом, значит, все, лежу, блядь, жду, когда, блядь, мужики будут, сначала там бикини, это все, блядь, пройдут. И потом, значит, все, мужики, все, мужиков выиграл, блядь, лежу, когда, блядь, будет абсолютка, блядь. И целый день, нахуй, за сценой. Там, блядь, все ходят, мечутся. Я сразу беру, короче, такой уголочек там себе выделяю, обкладываю это все, блядь, ну, там, вещами, чтобы, блядь, все, моя территория, коврик постелил, все. И там на целый день, нахуй, все. Рад был поделиться с вами своими советами, подписывайтесь на канал Bodymania, смотрите новости. Всем пока!